Симеон Столпник, христианский святой, сирийский основоположник новой формы аскезы, столпничество, знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими беспримерными аскетическими подвигами, был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее, почитается в лике преподобных в православной и католической церквях. Его следует отличать от преподобного Симеона Столпника Девногорца, подвязавшегося также в окрестностях Антиохии и Сирийской. Жизнеописание родился в селении Сиса на границе Керестики и Киликии в христианской семье и в детстве принял крещение. Услышав в храме чтение евангельских блаженств Симеон попросил стоявшего рядом старца разъяснить их смысл и после его проповеди ушел в пустынное место и начал свои аскетические подвиги. Житие сообщает, что, молясь Богу с просьбой указать ему путь ко спасению, Симеон получил видение, что он роет некий ров для здания, а голос призывает его копать все глубже и глубже. После тройкратного призыва копать голос сказал ему, если хочешь строить здание, созидай, но трудись усердно, ибо без труда ни в чем не успеешь. После этого Симеон пришел в один из монастырей, где семь дней лежал перед воротами и на восьмой был принят игуменом в число братья и в восемнадцать лет принял монашеский постриг. В монастыре Симеон начал изнурять свое тело, что вызвало недоумение братья. Игумен расспросил Симеона и узнал, что тот носит власеницу и сказал, что ему не следует в столь молодом возрасте так изнурять себя. Симеона сняли власеницу и его раны постепенно зажили, но братья продолжало замечать, что молодой монах изнуряет свое тело и игумен велел Симеону уйти из монастыря. Некоторое время он провел в полном одиночестве, поселившись в безводном колодце. Однажды игумен увидел сон, что множество народа окружило его монастырь и стали требовать привезти им Симеона, угрожая сжечь обитель. После этого он направил монахов на поиски Симеона, которые извлекли его из колодца и привели в монастырь. Однако вскоре он вновь покинул монастырь и поселился близ селения Толонисы. Там он решил испытать себя сорокадневным постом, что сделал во время посещения селения епископом Вассом. В 423 году избирает прославившую его форму подвижничества, уединяется на небольшой каменной площадке на вершине столба и проводит все свои дни в молитве и проповедях. Которые произносят для многочисленных паломников. Житие приписывает преподобному Симеону многочисленные чудотворения и предсказания будущего. Во время стояния на столбе по словам Жития Симеон был искушаем дьяволом, который явился ему в образе ангела на огненной колеснице и сказал, что за свои подвиги Симеон подобно пророку или будет живым вознесен на небо. Симеон одной ногой же собирался встать на колесницу, но осенил себя крестным знамением и видение исчезло. Раскаившись, Симеон год простоял на той ноге, который хотел встать на колесницу. Житие сообщает, что дьявол поразил ту ногу язвой и загнило на ноги тело. Появилось множество червей, и по столбу на землю сочился из раны гной с червями. Один юноша по имени Антоний собирал червей, падающих на землю, и по повелению святого страдальца опять носил их к нему на столб. Святой же, перенося болезнь с великим терпением, как второй ов, прикладывал червей к ране, говоря, ешьте, что вам Бог послал. Император Феодосий II-младший очень уважал преподобного Симеона и часто следовал его советам. Когда император скончался, его вдова царица Евдокия была совращена в монофизитскую ересь. Монофизиты не признавали во Христе две природы – божескую и человеческую, а лишь одну божескую. Преподобный Симеон направил Евдокию к проживавшему в палестинской пустыне Евфимию, великому известному подвижнику своего времени. Он утешил Евдокию, убедил ее в ее заблуждениях и возвратил к православию. Новый император Маркиан в одежде простолюдина тайно посещал преподобного и советовался с ним. По совету преподобного Симеона Маркиан созвал в Халкидоне Айви Вселенский собор 451 году, который осудил монофизитское учение. Первое житие Симеона Столбника составлено его учеником Антонием. Последователи Симеона Столбника. Подвиги Симеона вдохновляли многих подвижников веры и благочестия. Возникло новое направление христианской аскезы – столбничество. Первым его последователем стал Даниил, который по благословению Симеона повторил его подвижничество во Фракии. Из русских столбников наиболее известны Никита Савва-Вишерский и Серафим Саровский, который подражая Симеону, тысячу дней молился Богу стоя на камне. Кино. Режиссер-сюреалист Луис Бунюэр снял о Симеоне Столбнике. Фильм-притчу Симон Пустынник.